друзья всем привет с вами канал будда гришна то такое личное видео как видео дневник больше как вот сам видео с холодильником было тут конечно не сравнить но я имею ввиду не новостной не не новость какая-то все дело в том что сегодня у меня умер дедушка в первой половине дня и видео не стал снимать об этом решил вечером это сделать потому что я бы тогда видео не смог никакой вообще снять сегодня так вышло я долгое время не разговаривал с ним и не виделись мы очень давно потому что нас разделяет довольно большое расстояние он находится у тети в моей тете своей дочери я сегодня почему-то вдруг у него сегодня день рождения он умер в день рождения за 90 лет ему и сегодня я я обычно ну или не поздравлял потому что последнее время были проблемы такие старческого характера до возрастные то есть он периодически там узнавал периодически бывало не узнавал и так далее ну и я как-то не то что не поздравлял но не поздравлял иногда до с днем рождения а сегодня вот почему-то я по видео не звонила сегодня почему-то у меня раз я кнопку нажал и тетя ответила нажал кнопку перевернула видео просто и я увидел дедушку получилось так что сегодня из тех кто звонил по видео это был один я до увидел его в тяжелом состоянии тяжело дышал он выглядел конечно это было за несколько вот буквально часов может быть за два вот может быть три за два три часа до того как его не стало я не скажу что мы были очень близкими друг другу людьми скажу честно да в том смысле что вот есть прямо так очень близкое общение там и так далее но это мой дедушка естественно все праздники там на дачу ездили там снег сбрасывали просто так я там жил бабушки дедушкой бабушки не стало несколько лет назад и все это время дедушка он жил у моих 1 1 другой то есть как бы у дочерей дедушка прожил очень насыщенная жизнь работал в угольной промышленности многодетный отец моих двоюродных братьев и сестер 8 или 9 то есть это значит вот такое вот наследие он оставил после себя внуков до внуков вот 8 или 9 правнуков уже больше десяти то есть да и ну конечно сегодня меня это картина которую я увидел она отпечаталась в голове очень так достаточно серьезно поэтому у него вот как тетя рассказывают пару недель назад она будет я обратила внимание что они старались чтобы он больше ходил чтобы не скапливалось чтобы лежал поменьше мокрота не скапливалось легких чтобы двигался но и он двигался гулял человек очень такой волевой очень старой закалки волевой очень очень принципиальный характерный такой человек сильный очень сильная личность очень сильная и вот он тетя говорит ноги пару раз вот что-то подкашиваюсь и она ведь я подумала что это как это мышечная может быть слабость или что-то еще еще раз скажу у него последнее время были уже такие моменты когда приходилось объяснять кто ты но он понимал все то есть но вот с идентификации так скажем потому что людей много родственников много и семья большая очень и дело все в том что до оказалось у него был инсульт него был инсульт и и вот он не оправился уже от него больше было очень тяжело врач пришла сказала что нужно сделать там кт и так далее но сейчас на на всем делать и не знаю что ли так и вот сегодня я его увидел буквально за несколько часов за два за три часа до того как его не стало я ему сказал что мы все тебя очень любим хотя в общем то таких слов я никогда ему не говорил сам даже удивился сегодня вот тому что я сказал этой речи так скажем пути господни неисповедимы я вы знаете сегодня понимаю что и не зря я по видео позвонил как бы я звонил попрощаться что ли да получается так я философски отношусь к вопросам смерти потому что я свою жизнь терял близких людей и очень близких людей и поэтому понимаю что все мы уйдем и все это как бы естественный процесс жизни смерти тем не менее в свете вот потери близких людей за последние так скажем и годы этот вопрос конечно приобретает все равно в этот момент острый характер ну что дедушка был с открытыми глазами тяжело дышал сердцебиение было очень учащенное было видно что ему очень тяжело мне стало понятно что ну что это так скажем долго не продлится да и естественно все уже как-то были готовы потому что знаете когда внезапно случается шок такой а здесь все таки и возраст и уже болезни и так далее уже как-то понимаешь что но это это может случиться до более или менее как-то готов к этому но в любом случае понимаете когда видишь это в таком состоянии по нему ты же понимаешь видишь твой дедушка вспоминаешь какие-то моменты из жизни вспоминаешь что-то совместные вы делали но я всегда вы знаете говорю себе одно вот когда такие моменты были в моей жизни когда я уже терял близких людей как здорово что именно такие люди замечательные люди были чтобы такой замечательный человек был моим дедушкой как здорово что вот именно у меня была возможность общаться с ним там он учил меня играть в шахматы он прекрасный дал шахматы замечательно и воспитал я говорю многодетный отец воспитал детей воспитал достойно и вот сегодня его не стало не стало сегодня его для меня это вот мы вроде не общались но утрата довольно серьезная причем потому что потому что тогда у вас остается не так много близких людей в принципе тем более таких людей которые вот какими-то знаковыми являлись в вашей жизни потеря каждого из них она становится по-другому так скажем на других масштабах вы это видите так что вот такие вот сегодня у меня новости друзья умер дедушка день своего рождения самое интересное вот такие дела думаю что конечно у многих людей уходили близкие люди и что называется многим знакомая эта вся ситуация особо сказать нечего вы же сами понимаете что ты скажешь просто очень многие из вас стали мне очень близкими людьми действительно и хотелось просто поделиться не больше не меньше тут как бы никакой новости ничего такого в этом нет просто вот даже их не знаешь что сказать понимаете в этом смысле очень много интересных моментов вспоминаю я совместных знаете для меня вот когда мы говорим умер какой-то вот известный артист советского периода мы говорим ушла эпоха здесь понятно что это не витам публичный человек известный но вот для меня лично сегодня я вот сидел думал для меня ушла эпоха потому что это то старшее поколение моей семьи которая вот оставалась в лице дедушки моего для меня ушла сегодня эпоха моей семьи вот та эпоха то поколение моей семьи я рад что я сегодня успел и что я сегодня позвонил по видео и вот дедушка конечно у меня не узнал и он не давал признаков того что он вообще понимает что происходит вокруг него тем не менее я рад что я сказал что мы все его очень любим и для меня это вполне вероятно что он и понимал что что говорят может не особо понимал кто не знаю но тем не менее вот я очень рад что я вот так вот быстро дозвонился и и тетя ответила в такой момент как то но она потому что на телефоне сидела потому что звонили поздравляли вот и тут она вроде как и и ей надо было и там и здесь и вот тут она телефон поставил на окно вечная память хорошему замечательному вот самое главное человеку что хочешь сказать друзья она я я Продолжение следует...